Привет всем, я сегодня немножечко в таком аквариумном звуке и в киношно-нуарном освещении, как скоро вот выйдет шикарнейший клип про Трампа, там оператор поработал, Макс, просто потрясающе, вам понравится. Как вы заметили, я стараюсь перемежевывать, можно так сказать или нет, а то опять напишут мне грамма нации, я в общем-то сам стараюсь грамотным быть, но иногда, видите, задвиги. В общем, перемешивать, перемешивать выпуски современного антироссийского трэша с экскурсами в прошлое, далекое и не очень далекое, ну, чтобы представлять вам картину в целом по поводу моего проекта «Россия. Чужой взгляд». Был рассказ про Молотова на обложке журнала «Тайм», будет еще масса рассказов про этот журнал, потому что у меня несколько выпусков купленных, и я, начитавшись газету «Нью-Йорк Таймс», называл постоянно этот журнал «Таймс». Ну, привычка, знаете ли. Естественно, речь шла про «Тайм». Также я совершил большое преступление против аудитории, я начал рассказывать про супругу Молотовой, и зачитал там цитатку из этого журнала, и недорассказал, собственно, про то, что с ней случилось далее. Дело в том, что, ну, там было сказано, что в последнее время про нее что-то не слышно так деликатно. В 1939 году, в 1939 году, она была снята с поста наркома какой-то там рыбной промышленности, или как он там назывался, и была переведена на пост главы, как же этот ее пост-то назывался, сейчас я вам, знаете, даже прочитаю, чтобы главк текстильно-галантерийной промышленности. Ну, как вы понимаете, это было существенным понижением в карьерной лестнице. А дальше больше. Во время войны она была активным членом еврейского антифашистского комитета, о котором, кстати, я много чего рассказывал во время своих экскурсий в Москве по Причистенке, ибо в доме номер 10 там располагался, собственно, этот самый комитет, и до сих пор висит мемориальная доска, которую, к сожалению, не все замечают. Уже в мирное время ей это припомнили, равно как и довольно теплую встречу с послом Израиля Голдей Мейер. Голдей Мейер, да. И когда началась борьба с безродными космополитами, как тогда говорилось, был полностью разгромлен этот самый антиеврейский фашистский комитет, то женушки Молотова это все впаяли, и вот обвинение звучало следующим образом. На протяжении ряда лет находилась в преступной связи с еврейскими националистами. Можете себе представить. Досталась ее мужу, но не так, конечно, как ей. Досталась ее родственникам, например, брат и сестра умерли в тюрьме. Она же была реабилитирована, слава богу, еще при жизни, но уже после смерти, понятное дело, Сталина. Сегодня мы будем говорить не про какой-то там кинотрэш, не про затрапезный продукт второсортного качества. Сегодня мы будем говорить про кинокартину, которая, вот я вам прям-таки зачитаю, в 1962 году получила премию Национального совета кинокритиков США за лучшую женскую роль второго плана. В 1963 году две номинации на Оскар. В 1963 же году премия Золотой глобус за лучшую женскую роль второго плана. В этом же году номинации на премию Бафта за лучший фильм и в этом же году номинации на премию Гильдии режиссеров США за лучшую режиссуру художественного фильма. Был еще один статус у этой кинокартины, но о нем я скажу, пожалуй, в конце. Речь идет про манчжурского кандидата, и я попрошу не путать его с ремейком 2004 года. Мы будем говорить про оригинал 1962 года, в котором отражена вся-то антирусская и антисоветская истерия вот предыдущей эпохи 50-х годов. Во время одной из атак в Корее советские солдаты захватывают в плен американские. Ну, нежно их так пакуют. Клипися быстрей. Сержант Реймонд Шоу, которого играет родившийся в Литве Лоуренс Харви, прибывает в США в статусе героя и получает орден на ленте. Его мама замужем вторым браком за сенатором довольно реакционных взглядов. Шоу заявляет матери, находясь уже на борту их личного самолета, что он не поедет с ней. Домой он отправляется в Нью-Йорк работать в газете господина, которого зовут Холборн Гейнзи. И мамаша восклицает Холборн Гейнз, этот коммунист! Коммунист тогда было самым серьезным ругательством и довольно тяжким оскорблением. Почему же он коммунист? Тем более, что он и не коммунист, мама, он вообще-то республиканец. А те ужасные вещи, что он писал про Джонни, Джонни это как раз имя ее второго мужа. А вспотевшему герою Фрэнка Синатре снится сон. Ну и да, здесь играет Фрэнк Синатро, и это, ну вот по нашим меркам российским, это кино, в котором играет шнур. Ну, понятно, что они разные совершенно артисты, но я про весовые категории в качестве, в плане их медийного веса. В нем он и его собратья по оружию сидят на некой сцене, уставленной цветами, с которой некая мадам несет несусветную чушь. В зале сидят такие же дамочки. Но на самом деле это не дамочки, это коммуняки. И если вы думаете, что это только китайозы, то нет, там интернациональный состав коммуняк. И заправляет этим всем главный гипнотизер. Перед почтенной публикой он готов продемонстрировать результаты работы со своими подопытными свинками, которые по его приказу готовы убить любого. Кстати, он и по-русски говорит и понимает. Тут же и советский генерал, ну конечно же. И он просит, чтобы это убийство было произведено голыми руками. И сержант Шоу душит одного из своих однополчан. А потом спокойно стреляет в другого. Заценили, как круто кровища разбрызгивается по портрету Сталина. Режиссерский ход. Такова завязка этого фильма. Действия скачут из воспоминаний в действительность. В этой действительности проходят слушания, где герой Фрэнка Сенатора выступает в качестве пиар-агента, а сенатор Ислин, это вот отчим, собственно, сержанта Шоу, выступает с разгромной речью. Я сенатор Джон Эркс Ислин, и у меня в руках лист с именами 207 человек, которые известны секретарю госбезопасности как члены коммунистической партии. Эвана как? 207 человек. Ну, на самом деле, это отсылка к главному русофобу в Штатах 1950-х годов, Джосефу Маккарти. Он как раз-таки начал свою карьеру с того, что заявил, что в государственном департаменте США находится аж 205 коммунистов. А коммунисты ведь не зря гипнотизировали Рэймонда Шоу. Он вернулся в Соединенные Штаты Америки, но загипнотизированным. А как его контролировать, этого гипнотизированного подопытного кролика? Можно просто позвонить и сказать Рэймонда, почему бы тебе не поиграть в солитера? И Рэймонда раскладывает карты. Именно раскладывание пассианса является триггером в запуске механизма в голове у Рэймона Шоу. Лысый китайский гипнотизер прибывает в США и с местным доктором они затевают что-то недоброе. Вы говорили, что этот человек создан как убийца. Ну, хорошо. Они подсылают Рэймону шпиона. Именно этот шпион выдал в свое время отряд американцев русским. Но Рэймон, поскольку он загипнотизирован, не узнает того. Но берет на работу. Зато его узнает герой Синатри, зашедший в гости. Зацените, как в то время снимали драки. Американские исследователи тем временем пытаются разобраться разобраться в ситуации и просмотрят фотографии тех, кто мог гипнотизировать их солдат. Какая зачетная рубашечка. Его имя Березова. Он член Центрального Комитета. Ну, имеется в виду Центральный Комитет нашей партии. КПС. 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 Шоу тем временем ностальгирует, вспоминает, как его сбила девушка на велосипеде. Ее отец оказывается сенатором Томасом Джорданом. Коммунист? Ну, одна из милейших черт вашей матери заключается в том, чтобы записывать коммунисты всех тех, кто с ней не согласен. Вот это ключевой момент он показывает, что вот в ту эпоху маккартизма и охоты на красных ведьм в коммунистов на самом деле записывали не только коммунистов и даже порой не столько коммунистов сколько тех, кто не соглашался с основной линией на этот раз уже партии США главенствующей на тот момент. Весьма умилителен костюмированный балл, на который приглашены все шишки в правительстве Соединенных Штатов Америки. Американский флаг из черной и красной икры. И русофоб сенатор Гейнс оправдывается. Ну, ладно, это польская икра. Действительно, есть русскую икру такому персонажу как-то не с руки. Кстати, он одет под Линкольн, образ которого вам уже знаком. Мама Реймонда, которая против его брака с дочерью коммуниста, пытается как-то успокоить сына и предлагает ему разложить пассианс. Выпадает карта с дамой, а дама это триггер к убийству. На ту беду его возлюбленная как раз-таки заявляется в костюме дамы из колоды карт. Реймон убивает отца ее, сенатора. А потом уже убивает и ее саму. Оказывается, совсем за этим стоит его мамаша, ты прострелишь башку кандидату в президенты. И Реймонд уже намеревается это сделать. Но его сослуживец вовремя прибывает в операторскую будку, откуда должно было совершиться данное покушение и шоу простреливает уже башку себе. Коммунистический враг, как вы только что могли убедиться, проник в самое сердце страны посредством загипнотизированных бывших солдат. При этом героев, герой корейской войны, ну вот попали они в цепкие лапы вот этих вот советских проклятых русских красных коммуняк. И не важен контекст, это могут быть солдаты, это могут быть шпионы, а также это могут хакеры. И я уже с нетерпением жду, когда после сериалов, в которых данная тема уже муссировалась неоднократно, наконец появится фильм, где одной из главных сюжетных линий станет хакерская атака России на США. Конечно, слава богу, что главный русофоб современности сенатор Маккейн отбыл на небеса, именно ему принадлежит знаменитая фраза, что Россия это не страна, это всего лишь бензоколонка, но ведь помимо Маккейна там еще целый легион политиков подобного толка, я имею ввиду. И они с готовностью навешивают простому американскому зрителю, которому на самом деле по барабану и как до России, так и до всего остального, вот они навешивают ему лапши про грозящую надвигающуюся русскую угрозу. Ну и под занавес. Есть в Штатах такая структура, которая называется National Film Registry, это национальный реестр фильмов. Туда, соответственно, попадают кинокартины, которые отбираются Национальным Советом США и хранятся в библиотеке Конгресса. США прекрасная библиотека, я сам оттуда массу всевозможных материалов в свое время скачал, например, для моей книжки про русско-японскую войну. Естественно, отбираемые киноленты должны иметь, цитирую, культурное, историческое или эстетическое значение и должны быть снятыми не позже, чем за 10 лет до внесения. Так вот, в 1994 году данный фильм, «Манжурский кандидат» попал в этот реестр, и теперь вот он является одной из картин, которые имеют культурную, эстетическую и, самое главное, историческую ценность и значимость. Вам нужны комментарии? Комментариев не будет, все было показано, вы все видели своими собственными глазами. Меняются эпохи, меняется стилистика подачи в кинематографе, это еще даже черно-белый фильм, но не меняется смысл. Холодает, и в общем-то осталось нам не так много походить по улице, но тем не менее еще мы это сделаем. Значит, в Москве 5 октября в пятницу будет экскурсия Шухов, Крупская и Революция в Милютинском переулке, это будет в 20.00 пятница, а 6-го это будет Петровка от СССР до России. Погуляем по, как я сказал однажды, по главной улице нашей страны. Это будет в субботу в 13.30. В Петербурге 7 октября 18.00 мы идем в Петропавловскую крепость. И да, следите за анонсами. Через где-то полторы недельки я прочитаю лекцию в Нижнем Новгороде. Она будет называться Монферранд против рептилоидов. Париж, Петербург, Нижний Новгород. Уже известно число. Это будет пятница. Это будет пятница. Сейчас вам точно скажу когда. Это будет пятница 12. Жалко, что не 13. Сейчас просто определяемся с местом и временем проведения. Напоминаю, что продолжается набор людей в Париж. 22 октября отправляется уже упакованная группа. Там еще есть одно-два свободных места. И 19 ноября следующее. И в ноябре же состоится трехдневный заезд в Петербург для не только на сквече и вообще для всех желающих. Опять-таки, если вам это все интересно, я вам вышлю всю информацию, контакты мои, ссылки на все встречи, ВК, Gmail и все остальное вот там. Там же оставляйте свои комментарии. Увидимся. Пока. Пока.